Карачаево Черкесской Республики уже с третьего квартала этого года заработает специальный налоговый режим для самозанятых, целью которого является введение упрощенного налогообложения бизнеса, а тем самым введение его из теневого сектора экономики. Как стать самозанятым и какие плюсы от этого можно получить, нам рассказал министр экономического развития Карачаево-Черкесской Республики Алина Кохов. В 2019 году еще было принято решение о апробации данной системы в четырех пилотных субъектах Российской Федерации. Это были Москва, Московская область, Калуга и Республика Татарстан. По итогам 2019 года она показала свою эффективную работу, после чего было принято решение, что в 2020 году, с начала 2020 года количество субъектов, которые будут апробировать эту систему, увеличится до 23. Мы, изучив этот опыт, посмотрев, поняв, что данная система налогообложения, она гораздо проще будет для наших предпринимателей, вышли с инициативой на Министерство финансов Российской Федерации, чтобы чуть раньше мы могли начать ее апробировать у нас, для того, чтобы ознакомить и предпринимателей, и у нас было чуть больше времени дальше с ней поработать. Но, имея те результаты и заинтересованность со стороны предпринимателей на территории всей страны, на правительством Российской Федерации, принято, в принципе, уже перейти от позиции апробации к более четким шагам, то есть внедрению ее на территории Российской Федерации. Соответственно, с третьего квартала уже данная система налогообложения, упрощенная система налогообложения начнет распространяться по всей стране, и я думаю, в принципе, до конца года мы войдем, и с 1 января 2021 года уже она будет полностью плотно действовать, в том числе и у нас. Давайте на конкретном примере, какая практическая польза будет человеку от этого закона? Что нам дает вообще введение понятия самозанятого на законодательном уровне, и насколько это упрощает жизнь самому предпринимателю? Давайте возьмем, кто такой самозанятый? Это человек, который оказывает услуги определенные. Это человек, он фотографирует на свадьбах, он осуществляет, работает таксистом, использует крупные агрегаторы, которые ему распределяют эти заказы. Для того, чтобы он осуществлял свою деятельность, ему как минимум нужно зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, и регистрироваться как индивидуальный предприниматель, он на себя берет обязательства по ежемесячной подаче декларации о полученном доходе, о уплате во все фонды процентов в объеме 32% от полученной прибыли. То есть это накладывает определенную нагрузку на предпринимателя. Что дает статус самозанятого? Самозанятый, становясь самозанятым, человек платит исключительно только 4%, если он оказывает услуги физическим лицам, и 6%, если он оказывает эти услуги юридическим лицам. Соответственно, сразу же вопрос отчетности, он уходит в сторону, оплаты социальных налогов, он уходит в сторону. То есть, по большому счету, в 2 раза, а то и в 2,5 раза, у него снижается нагрузка финансовая относительно отчислений, ну и плюс административная, потому что, разговаривая с коллегами из Минэкономразвития России и Минфина России, сейчас в том числе прорабатывается вопрос, я думаю, в ближайшее время он до ввода на территории всей страны этого налогового режима будет закреплено, что самозанятого нельзя будет проверять срок, сейчас определяется, но обсуждается срок от 3 до 5 лет, чтобы ни один фискальный орган, либо любой другой орган не имел права заходить и проверять его, чтобы этот человек мог спокойно заниматься предпринимательской деятельностью. И был стимул вообще выходить, заниматься предпринимательской деятельностью. А как наши республиканские предприниматели отнеслись к такой возможности? В рамках центра «Мой бизнес» мы рассказываем об, в том числе, данной упрощенной системе налогообложения и самозанятости. Они относятся к этому очень позитивно. Позитивно, потому что для них очень важно снизить затраты, которые они несут в рамках обеспечения своей деятельности по тем отчислениям, плюс снизить административную нагрузку. Раз. И второе. У них очень много времени занимает подача деклараций и отчетности в налоговую систему. Я, если позволите, приведу такой пример. Находясь в Санкт-Петербурге, я вызвал такси, и пока таксист меня вез, я с ним начал разговаривать. Я говорю, ну вот как вы там осуществляете свою деятельность? Я вызвал его через агрегатор, один крупный агрегатор. Он говорит, я вот нормально осуществляю, вот работаю, вот прихожу, приезжаю. Я говорю, ну вот там отчетность, не отчетность. Он говорит, нет, а я стал самозанятым. На секундочку, в 2019 году в Санкт-Петербурге еще не был включен в список субъектов, которые могут... Я говорю, а вот поподробнее. Он говорит, мне, я почитал, узнал, то есть, что вот есть такой режим самозанятый, скачал приложение «Мой налог», которое разработала налоговая. Да, говорит, я зарегистрирован как самозанятый в Москве. Это в принципе не возбраняется, потому что даже у нас есть на территории субъекта примеры, когда наши предприниматели уже зарегистрированы как самозанятые там, либо в Казани, либо в Москве, либо в Московской области. Зарегистрировался, в рамках регистрации подтянул своего агрегатора, с которым я взаимодействую и работаю. Они соединились, все, говорит, вы мне сейчас оплатите, вот оплата произойдет по безналичному за проезд, сразу с этих, там, предположим, 100 рублей, 4 рубля, у меня налог будет уплачен, все, все остальное это... И при этом я никакой отчетности не даю. Соответственно, когда мы такие примеры приводим, когда мы разъясняем, когда мы объясняем, предприниматель, ну, только позитивно на это реагирует, потому что у него освобождается гораздо больше времени не заниматься предпринимательской деятельностью, нежели все-таки там отдавать бумажки, либо же копировать их для того, чтобы их направить во все инстанции. И самое главное, что хотелось бы отметить, что установление вот данного режима и введение самозанятости не говорит о том, что государство или там органы исполнительной власти будут всех тотально заставлять становиться самозанятыми. Нет. Это исключительное право каждого гражданина, который хочет стать, заниматься предпринимательской деятельностью. То есть, если у него есть желание заниматься предпринимательской деятельностью, то он определяет сам для себя, хочет ли он стать самозанятым, либо сразу открыть юридическое лицо, либо просто стать индивидуальным предпринимателем. Каждый человек, который уходит в бизнес или начинает свое дело, он, безусловно, проводит определенный анализ, на каком режиме и в какой юридической форме, правовой, ему проще будет этим своей предпринимательской деятельностью заниматься. Соответственно, он сам определит, стать ему самозанятым или не надо ему становиться самозанятым.